Здравствуйте, друзья! Рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня будем готовить вот такие очень красивые, вкусные баклажановые рулетики. Приступаем к приготовлению. Сначала нужно очистить баклажаны от кожуры и порезать. Теперь очищенные баклажаны нужно порезать. Примерно вот такой толщины. Нужно взять глубокую посуду, туда залить холодную воду. У меня из-под крана вода. Добавить немножко соли. Это все перемешиваем до растворения соли. Тут получается слабосоленая вода. И сюда отпускаем баклажаны. И сверху нужно поставить какой-нибудь тяжелый предмет, чтобы баклажаны полностью были погружены в воду. В таком виде оставлю минут на 10-15, чтобы баклажаны выпустили горечь. Прошло 15 минут. Баклажаны выпустили горечь. Вот вода вот так потемнела. Пора слить воду. Баклажаны нужно хорошенько обсушить бумажным полотенцем. Теперь хорошо обсушенные баклажаны нужно посолить. Соль добавляем по вкусу. Хорошенько натираем с двух сторон. Соль добавляем аккуратно, потому что будет начинка, тоже там будет соль. Чтобы потом в конечном итоге закуска не получилась сильно пересоленная. Так оставлю пару минут и будем жарить баклажаны. Баклажановые рулетики я сделаю с двумя начинками. Для первой начинки нам понадобятся следующие ингредиенты. Кинза, чеснок, итальянские травы, крем-чиз, немножко соли и перец красный острый и черный. Я взяла сливочный сыр. Вы можете заменить творожным сыром. Добавлю перец. Специи добавляем по вкусу. Острый перец красный. Я солить не буду, потому что сыр уже соленый. Добавлю немножко итальянских трав. Все специи и их количество по вашему желанию. Добавлю сюда два зубчика чеснока. И в конце добавлю кинзу. Кинзу нужно мелко порубить. Первая начинка уже готова. Это поставлю в сторону и приготовим вторую начинку. Для второй начинки я взяла следующие ингредиенты. Кинза, чеснок, половину острого перца, грецкий орех, соль, молотый кориандр и острый черный перец и красный перец. В чашу блендера кладем все ингредиенты. Немножко соли. Молотого кориандра немножко добавлю. И перец. Тоже по вкусу. Сюда еще можно добавить немножко лимонного сока. Около одной столовой ложки. Или можно немножко уксуса добавить. И это все погруженным блендером пробью до кремообразной массы. Нужно пробить вот до такого состояния. Очень красивого цвета получилась начинка. И очень вкусно. Я уже попробовала. Две начинки уже готовы. Идем жарить баклажаны. Баклажаны я буду жарить на сковородке гриль. Теперь нужно хорошо разогреть сковородку с маслом. Подготовила я тарелочку. И дно накрыла бумажным полотенцем. Уже достану первую партию. Они уже готовы. Для ускорения процесса я баклажаны жарю на зуб сковородку. Вот уже пожарила последние баклажаны. С таким очень красивым узором. Все. После того, как я пожарила все баклажаны, оставила на столе. И они хорошенько остыли до комнатной температуры. Если баклажаны будут горячие, сырная начинка растает. Теперь нужно формовать рулетики. Вот такие тоненькие баклажаны получились. И они не жирные. Теперь кладем начинку. Можно смазать по всей поверхности. Или класть начинку на край. Я, наверное, положу начинку на край. И сверну рулетик. Получается вот такие рулетики. Я еще пожарила один перец. Можно вот такие тоненькие долечки класть в начинку. Тоже будет очень вкусно. Или помидоры. Таким же образом я сделаю все рулить. Вот так очень быстро и просто из доступных ингредиентов получилась вот такая вкусная и красивая закуска. Надеюсь, мой сегодняшний рецепт вам понравился. Если понравился, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, нажав на колокольчик, чтобы получить уведомления о моих новых видео. На этом у меня все. Увидимся в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok